Я довольна результатом. Ожидала, что будет хуже. А почему хуже ожидали? Ну, потому что... Ой, здравствуйте! Всех приветствую! Мы продолжаем запись обзоров ремонтов Новороссийске. И, как вы поняли, мы находимся в городе Новороссийск на ЖК Одиссей. Здесь отремонтировали квартиру. Хотим вам показать, что из этого получилось и записать отзыв от хозяйки квартиры. Пойдемте внутрь! Итак, мы сейчас находимся уже в квартире. Хозяйка немножко задерживается, потому что она на работе. В обеде на перерыв приедет, оставит отзыв. Она дала нам ключи, говорит, ребят, записывайте пока. Я приеду, все скажу, все, что о вас думаю. А пока мы ее ждем, давайте пройдемся по квартире и посмотрим, как сделан ремонт. ЖК Одиссей. Все квартиры идут со стяжкой, но без штукатурки стен. Поэтому здесь мы штукатурили стены. Да, квартира площадью 44 квадратных метра. Ремонт обошелся 750 тысяч со всем, что вы здесь видите. Ну, кроме мебели, естественно. К мебели мы тоже сейчас вернемся. Дойдем до мебели. Мебель сделана на нашей фабрике Столярка. Нам не проблема в Анапе или в Новороссийске устанавливать мебель. Итак, по квартире. Здесь, вот сюда вот посмотрите, здесь мы сделали гардеробную. Из-за этого немножко перестроили стены, да, то есть изменили положение дверного проема. Ну, зато теперь у людей появилось вот такое хорошее место для охранения вещей. На полу в прихожей и в кухне у нас лежит кафель в комнате ламинат. Пойдемте в комнату. Ну, в комнате все по классической схеме. Особо ничего и не выдумаешь, да. На полу ламинат на стенах обои. Здесь одна стена выделена декором, остальные обои фоновые. А вот то, о чем я вам говорил. Видите, здесь мы уже установили именно нашей компанией кондиционер. Он тоже был включен в договор. И вот, Хайр, достаточно неплохая моделька. На потолке сделана ниша под скрытый карниз, также ПК-5 профилем. Здесь мы чуть-чуть переносили, смещали радиатор. Они от застройщика стояли не очень на своем месте, да, делали выводы из стены. Ну, и в принципе, вот все как получилось. Но, конечно, хотелось бы мебелью наполнить квартиру, тогда было бы красивее. Но пойдемте на кухню, там есть часть мебели. Здесь мы видим уже установленную кухню с бытовой техникой. То есть мы все в комплекте сразу продали, включили в договор. Заходи и живи. Единственное, нет стиральной машины. Ну, это уже заказчики на свое усмотрение поставят любую. Стиральная машина. Видите, оставили место просто под стиральную машину. Можно закрыть, здесь повесить фасад. Он будет закрываться. Но в таком решении один большой плюс – это визуально вы ничего не видите, все красиво. И очень огромный минус – когда вы постираете, да, то есть вы всегда оставляете дверцу стиральной машины приоткрытую, чтобы влага испарялась из стиральной машины, которая там в любом случае есть, остаточная. При закрытом фасаде мы, ну, смотря какая будет глубина стиралки, да, мы сильно дверцу не приоткроем. Но даже если мы ее сильно приоткроем, то вся влага уйдет в кухню, а кухня – это дерево. То есть, ну, это не очень хорошее решение. Ну, а тут уж смотрите сами. Либо вам нужно будет в открытой дверце оставлять кухню, пока стиральная машина не высохнет. Хочу обратить внимание на один момент, как мы это обыграли кухней, да. Видите, здесь такой выступ. Тут идет вентиляционная шахта, да, ну, и избежать этого выступа невозможно. Но мы вот так вот это обыграли, да. Столешница у нас одинаковая. Здесь мы просто вырезаем, уменьшаем рабочую поверхность, да. И то же самое с верхними шкафчиками. Ну, здесь предпочли открытые полки заказчики, да, но можно сделать также закрытые. То есть, у нас просто глубина шкафчиков будет меньше, глубина столешницы меньше. Но кухня идет в одной плоскости, да, то есть, и совершенно с одинаковой столешницей. Смотрите, тут момент и ремонта, и кухни. Видите, вытяжка уходит в потолок, мы не видим никакого вентиляционного канала. Потому что сама вентиляционная труба идет за натяжным потолком. Теперь смотрите второй момент. Видите, у нас открытая шахта вентиляционная, да, и, ну, в нее не выходит труба. Сразу говорю, так можно сделать не в каждой квартире. То есть, мы трубу от вытяжки с кухни, да, то есть, мы встроили в шахту, которая здесь проходит. Но, еще раз скажу, не в каждой квартире так можно сделать. Но иногда получается. Ну, и ванна. В этой ванной положен кафель Астерия, да, очень уютные ванны получаются. Мне нравится с этим кафелем. Посмотрите. Ну, вот мы дождались Екатерину. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время приехать в обеденный перерыв. Ну, расскажите нам, что вы про нас думаете. Вообще, как это все происходило, насколько сложно. Насколько я знаю, у вас муж моряк, да, там, потому что его мы видели только в начале, да, то есть, сейчас вы еще пока не видели. Да, муж у меня работает в море, моряк, и поэтому ремонт лег на мои плечи. Мы купили квартиру, и, ну, стал вопрос делать ремонт. А мужу через две недели идти в рейс. И мне самой предстоит все делать. Стали думать, как это что, спланировать. Нашли компанию. Ну, и у нас, соответственно, да? Да. Муж объяснил, что тебе не придется ничего делать, просто принять работу. Как-то, я думаю, такого не бывает. Нет, приехали в эту компанию. Нас встретил Евгений, все рассказал. По розеткам схемы нарисовал. Помог планировку, расстановку мебели в квартире нарисовал. Заключили договор. Ну, все. Муж через две недели уехал в рейс. И начался процесс ремонта. Ну, и как процесс проходил для вас лично? Какое было ваше участие? Ну, я была в растерянности, потому что думала, придется по магазинам что-то самой там искать. Но оказалось намного проще. Несколько раз только Евгений прозвонил насчет розеток, там, уточнил. И все. Я потом приехала, посмотрела первый этап ремонта. И внесла вторую сумму по договору, вторую сумму. Ну, и как результат вообще? Что вам? Как вам здесь? Мне вообще все очень нравится. Все очень аккуратно, красиво. Я довольна результатом. Ожидала, что будет хуже. А почему хуже ожидали? Ну, потому что... Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Как раз тот человек, который это все организовать помог. Да, я такой. Привет. Спасибо вам, Евгений, большое. Мне все очень нравится. Я всем очень довольна. Спасибо вам. Спасибо вашей компании, Неогрупп. И нам приятно. Всего вам тоже. Евгений у нас руководит процессом ремонтов в Новороссийске. Так что, если вы обращаетесь к нам в Новороссийске, то есть это один из первых людей, которых вы увидите. А еще хочу добавить. Очень так приятно было, что встал вопрос о кухне, и оказывается компания предлагает такую услугу, как мебель, и что очень удобно. Что в одной компании можно заказать их в год кухню, чем я тоже очень довольна. Очень удобно, когда у тебя все прописано в договоре, вся сумма, ты понимаешь, на что ты рассчитываешь. Не приходится искать самый материал, бегать по магазинам, разговаривать с работниками, что всегда очень сложно. Спасибо, что ты просто обратился в компанию, которая все тебе помогает, предоставляет. Спасибо, в общем, Неогрупп. Спасибо. Спасибо, вам тоже спасибо. Мы рады, что вам понравилось все. Обращайтесь, купите следующую квартиру, можете уже даже без мужа приходить. Да, кстати, как для жены моряка, это действительно... Муж еще, кстати, не видел, но скоро приедет, я думаю, он будет доволен. Все раскритикует, да? Нет, я знаю его вкус, и я думаю, что ему все понравится. Ну, хорошо, ждем мужа. Все, спасибо вам. Спасибо за внимание, дорогие подписчики. Задавайте вопросы, ставьте лайки, комментируйте, ну и, конечно, приходите к нам делать ремонт мебель и в Анапе, и в Новороссийске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok